На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил ЖК Государев Дом, чтобы проверить исполнение поручения по строительству разворотного круга. Нагрузка, вы сами знаете, очень серьезная, особенно в часы ПИД. С какими вопросами приходят на прием к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову? Если есть возможность поспособствовать в плане выделения какого-то отдельного зала. Представители Государственной жилищной инспекции Московской области посетили Ленинский округ, чтобы проверить очистку крыш от снега и льда. В субботу мы должны, правительство Московской области, отчитаться, что все кровли почищены. Губернатор Московской области Андрей Воробьев с рабочей поездкой посетил Ленинский городской округ. В числе прочего он проверил исполнение поручения по строительству разворотного круга в ЖК Государев Дом и пообщался с водителями, работающими на маршрутах общественного транспорта. Губернатор Андрей Воробьев приехал в жилой комплекс Государев Дом, чтобы лично проверить, оказало ли влияние на пассажирские перевозки, возведение нового разворотного круга и пуска по маршруту 12-24К новых автобусов. Здесь же он пообщался с водителями. Автобус у нас такие хорошие, современные, коробка-автомат, уже как бы проще ездить. Уже не так устаешь, как раньше, то есть на механике. Идути благодарны по сравнению с тем, что вывод, площадку построили. Соответственно, движение и вывод пассажиров улучшился значительно. В ходе беседы Андрей Воробьев коснулся весьма острой для перевозчиков темы – оплаты проезда. Мы полностью переходим на безналичную оплату. И, естественно, культура сложилась такая, что часто наличные были. Их путь тоже такой разный, извилистый наличных денег. Но в дальнейшем нужно понимать, что в Московской области налички практически не было. В свою очередь водители автобусов поделились своими проблемами. Большая проблема остановки. Это все заставляет. Мы подъехать не можем. ГАИ приезжает, штрафует нас, но не тех, кто стоит на остановке. Такая проблема. А кто стоит на остановке? Жители. Стоят в машине. Потому что стоят в машинах. Мы пока ждали вас, обсудили. Перемещали. Мы эвакуируем, я сказал, но мы максимум 10-12 машин можем позволить с ее в день. Может быть, нам тоже важно сделать чат водительский, чтобы вы туда бросали постоянно нам с фотографиями. Вы нас тоже тренируете в хорошем смысле. Напомним, что в конце ноября прошлого года губернатор дал поручение возвести разворотный круг, чтобы по маршруту 12-24К была возможность запустить большие автобусы. Маршрутки не справлялись с возросшим пассажиропотоком. В настоящий момент пустить туда автобусы большого класса никак не представляется возможным. Это тема ОРП, нет возможности развернуться. Что такое разворотная площадка? Это три дня делов. Ну, неделя пускай. Я туда постараюсь выехать на этой неделе, и мы с коллегами в максимально короткие сроки решим эту задачу. Постараемся это сделать до Нового года. Прокатился по маршруту 12-24К и Андрей Воробьев. Но не для того, чтобы любоваться видом за окнами, а прежде всего поговорить с людьми. Действительно ли нововведения помогли жителям быстрее добираться до нужного пункта назначения? Можно благодарность объявить в губернатору. Раньше стояли, где попало, там, то есть штрафовали нас. А сейчас все спокойно подъехали и встали. В начале декабря разворотная площадка была возведена, а по маршруту пустили новые большие автобусы. Удалось пообщаться. Ну, во-первых, поблагодарила, что нас наконец услышали. У нас хороший транспорт, потому что еще и беда была с тем, какой был транспорт. Вот сейчас многодетность оформляю, Андрей Юрьевич тоже сказала. И надеюсь, что я буду социальной льготой пользоваться. Это многодетная мать. Если раньше в чаты писали, хотим найти попутчика для того, чтобы доехать до метро, потому что невыносимо стоять в очереди, то есть искали соседей водителей, которые едут в сторону метро, то сейчас уже этих вопросов не возникает. И это очень радует. Итогом поездки Андрея Воробьева общения с водителями и пассажирами стал большой пакет поручений перевозчику, администрации муниципалитета и правительству Подмосковья. Первое из поручений – это то, что губернатор попросил водителей, конечно, быть более внимательным к пассажирам. Дальше поручения были в отношении Министерства транспорта о том, что нужно посмотреть те узлы горячие, с которыми сталкивается водитель. Их надо развязать. Водители сказали, ну тогда давайте мы вообще не будем с пассажиром общаться, нам нужны стационарные валидаторы. Это оборудование, которое висит на двери, и человек, заходя в автобус, просто прикладывает карту, и к водителю практически не подходит, и вопросов к водителю у него просто нет. Губернатор это тоже услышал, сказал, что нужно разговаривать с перевозчиком, нужно, в общем-то, переходить на систему именно стационарных валидаторов. Работа в озвученных губернатором направлениях начнется в ближайшее время. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Нехватка помещений в спортивных школах, капитальный ремонт канализационных труб в жилых домах и незаконная вырубка зеленых насаждений. К депутату Государственной думы Вячеславу Фетисову приходят с самыми разными вопросами. На очередном приеме населения побывала и наша съемочная группа. В Ольге Лепиленой в спортшколе «Олимп» занимается художественной гимнастикой «Дочь». Женщина утверждает, что девочкам часто просто негде тренироваться. Дело в том, что у «Олимпа» нет собственных залов. Сейчас юные спортсмены занимаются в помещении школы номер 10, иногда прямо в коридорах. Поскольку в образовательной школе есть свой учебный процесс, в том числе внеурочная деятельность по расписанию и также секции школьные, то нам приходится порой очень сложно. Если есть возможность поспособствовать в плане выделения какого-то отдельного зала, либо ФОКа, мы будем очень благодарны. С этой проблемой Ольга вместе с тренером «Олимпа» Александрой Морозовой решила обратиться к спортсмену и депутату Государственной думы Вячеславу Фетисову. Традиционно на приеме жителей присутствовал и глава муниципалитета Алексей Спаский. Мы позанимаемся этим вопросом. Все-таки какие-то дворцы, дворец спорта у нас есть. Там еще, хоть и говорят сейчас профессионалы, что перегружено, но постараемся помочь. Тем важнейшая нехватка спортивных сооружений в Ленинском городском округе, она с каждым годом ощущается все больше и больше. С главой Алексеем Петровичем мы будем думать, каким образом удовлетворить требования. Светлана Третьякова и Ольга Булгова из деревни Петрушина с лета прошлого года пытаются отстоять рощу, которая отделяет их дома от железной дороги. Летом 2021 года начались предприниматься попытки по вырубке зеленых насаждений. И так мы узнали, что наша лесополоса стала частной собственностью и участки выставлены на продажу. Все лето мы боролись с техникой за наши деревья, написали везде обращения, заявления и в правоохранительные органы, и в администрацию. Сейчас собственник пытается перепродать участки прямо с деревьями. С похожей ситуацией обратились также жители Ольгинской улицы в Видном и ЖК Бутово парк. У нас большое количество судов, десятки судов параллельно идет. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем, идем обжаловать. Но понимаю о том, что решение в данном случае с нашей точки зрения очевидное. Надо будет вместе с коллегами добиться решения о проведении парламентских слушаний. Это самое высокое обсуждение темы, которые людей волнует. И надеюсь, это тоже будет одним из таких шагов серьезных по защите интересов людей. Для Вячеслава Фетисова не только депутата, но и посла доброй воли Организации Объединенных Наций по экологии и с недавних пор председателя Всероссийского общества охраны природы – это принципиальный вопрос, который он намерен решать на самом высоком уровне. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно-ТВ. Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов проведет еженедельный брифинг по социальной газификации в Ленинском городском округе 15 февраля. Если вы планируете подключать дом к газу и у вас есть вопросы по газификации, напишите на электронную почту briefingsobakamosoblgas.ru. Если вы хотите принять личное участие в брифинге, сообщите об этом для уточнения адреса проведения. Вопросы, поступившие до 14 февраля, будут рассмотрены Игорем Барановым на брифинге в прямом эфире телеканала 360. Ответы на вопросы, поступившие позднее, будут отправлены заявителям ответным письмом. Ссылка на прямой эфир будет опубликована за сутки до его начала. Ежегодно в зимний период Госжилинспекция Московской области следит за содержанием кровли. В этом году процесс очистки крыш от снега и льда под личный контроль взял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В городе Видной на улице Гаевского кипит работа. Впрочем, такую картину сегодня можно наблюдать во всех больших и малых поселениях Подмосковья. Губернатор Московской области поставил задачу за эту неделю до 12 числа почистить свет и кровель от сосулек на леди, для того, чтобы предотвратить падение на леди и сосулек на людей. Здесь же, на Гаевскому, можно увидеть последствия опасного ледопада. Входная группа одного из помещений полностью уничтожена. Ремонт обуви, одежды и кондитерский магазин, расположенный здесь, временно клиентов не принимают. В 7 часов вечера было обрушение. Получается, обрушение с крыши, льда и снега. Были снегодержатели, которые, соответственно, не выдержали. Но, слава богу, никого не было. В данный момент нами написано заявление, обращение в МУП ЖКХ. И проходим по соседям, берем росписи. Постараемся мирно разойтись. Это мы сделаем. Нам главное, чтобы люди, которые здесь проходят, ходят, чтобы не было несчастных случаев, чтобы никто не пострадал. Это самое главное. Предприниматели понимают проблемы коммунальщиков и не в претензии. А вот губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на недавнем оперативном совещании вновь обратил внимание глав муниципалитетов на условия содержания кровли многоквартирных домов. Уважаемые главы, знаю, что такая работа велась и в четверг, и в пятницу. Вместе с тем, совершенно очевидно, что это является серьезной угрозой. Такое количество снега на крышах налетит следствие, безусловно. Но и нагрузка, снеговая нагрузка на кровли запредельная. Я прошу вас отфиксировать этот вопрос и провести все необходимые мероприятия. В исполнении поручения губернатора представители Подмосковной госжилинспекции следят за тем, чтобы работы соответствовали утвержденным графикам, в том числе и в Ленинском городском округе. Проверяем, как прочистили кровли управляющими компаниями вчера, позавчера. То есть по графику, например, этот дом у нас стоит с 7 числа. На сегодняшний момент кровли не почищены, вы как видите сами, да? Соответственно, идет срыв графика. В субботу мы должны, правительство Московской области, отчитаться, что все кровли почищены. За нарушение условий содержания многоквартирных домов предусмотрен штраф от 250 тысяч рублей для юридических лиц и от 50 тысяч для должностных. Местные коммунальщики с претензиями представителей госжилинспекции согласны и обязуются в кратчайшие сроки провести все работы. Очень большое количество скатных кровель, очень большой выпад осадков. И да, чуть-чуть сбились графика, но я думаю, за 3-4 дня мы исправимся и устраним все неполадки. Но, во-первых, и фонд старый, сложности с выходом на кровлю. Кровли шиферные, нужно аккуратно чистить, чтобы не проломать кровельное покрытие. Ну а так будем стараться придерживаться графику и все в свое время начать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. Готовится к выпуску новая программа из серии «Дорога к храму». Ее ведущий священник Павел Крысанов рассказывает зрителям о событиях православной жизни, произошедших за последнее время, знакомит с христианскими традициями и праздниками, приглашает в гости музыкантов. На этот раз рубрику «Символ верных» представят гитаристы Иван Смирнов-младший и Михаил Оленченко. Преданные искусству молодые музыканты расскажут о том, как начинали творческий путь и чего достигли, а также о своих планах. Передача выйдет в понедельник, 14 февраля в 19.50. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!